Ритмичные танцы, шпагаты, речевки и акробатические трюки – все это черлидинг. Он пришел из Америки, где самые красивые и очаровательные школьницы наступают в составе команд-болельщиц. Он пришелся по вкусу и нам, но в России, признанном официальным видом спорта, не так давно. Лучшие команды из шести областей приняли участие в открытом Кубке Центрального федерального округа по черлидингу. Такие соревнования в Московской области проходят впервые. Около тысячи девочек и молодых ребят встретились в Манеже у СК Подмосковья. Я чуть не упала со станции, но я удержалась. Мне было сложно сделать баскет и пирамиду. Это когда решетки делаешь, и ты сначала вылетаешь, а мне сначала вылететь, а потом уже ложиться. Черлидинг сегодня – это не просто трюки болельщиц. Здесь все, как в настоящем спорте. Можно получить звание мастера спорта, КМС. Кстати, только в этом году по области звание кандидата получило около 50 юниоров. Судя по командам и вообще по тем турнирам, которые мы проводим в Московской области, даже в этом году, вот мы проводили там уже 8 турниров нашей Московской областной федерации, и из турниров в турнир все больше и больше команд в Московской области принимают участие. Разных городов выливается в это движение. Соревнования разделены по разным возрастным группам и направлениям. Есть чир – это пирамиды, построение, хореография, обязательно кричалка и слаженная работа в акробатике. Есть дэнс – тут, по правилам, акробатика запрещена. Участники демонстрируют больше танцевальных движений. Из джаза, хип-хопа включают в программу и прыжки. Яркие выступления и костюмы вызывают всплеск эмоций публики. Поддержка у команд-болельщиц должна быть тоже особенной. Плакаты, одинаковые футболки, мягкие игрушки, гуделки и даже собственные речевки подготовили поклонники и родители. Оригинальность и креативность проявляют сегодня и болельщики. У команд сегодня. Мощная поддержка. Чтобы участвовать в подобных соревнованиях, командам приходится много тренироваться. Щелковской командой, попавшей на кубок в результате отборочных соревнований, стал коллектив эстрадного танца «Кэт». Эти еще маленькие девочки в номинации хип-хоп заняли первое место. Там интересные танцы, мы разбинаемся, садим теном шпагата, поднимаем ногу. Один из самых молодых коллективов – команда из Ярославской области. Девочки занимаются только второй сезон. Но чтобы выступить достойно на соревнованиях такого уровня, вкладывают в тренировки все свое время и силу. Дети занимаются 4-5 раз в неделю по 1,5-2 часа. Но перед соревнованиями, перед самими, естественно, тренировочное время больше, чем в обычные дни. Еще по выходным плюс отрабатываем акробатику дополнительно. Лучшие команды получили медали и кубки. Ну а те, кто не занял почетные места, не сильно расстроились, ведь вокруг столько групп поддержки. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».